В Республиканском музее боевой славы сегодня зажгут свечу скорби. 22 июня фашистская Германия напала на СССР. В День памяти и скорби вся страна вспоминает павших в Великой Отечественной войне. В преддверии этой даты в музее открылись три выставки, напоминающие нам о цене победы. Измученные, изможденные, но не сломленные снимки жителей блокадного Ленинграда и разрушенного осадой фашистов города сделали советские фотографы. Для выставки «Прорыв», посвященной 75-летию освобождения северной столицы от блокады, эти уникальные кадры предоставил Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга. Фотографии, иллюстрирующие боль населения, боль людей того времени. И здесь они находятся для того, чтобы напомнить нам, какие это были страшные годы, и для того, чтобы ценить, наверное, те времена, в которые живем мы. Страшный голод, холод и постоянные бомбардировки. Город лишился около миллиона своих жителей, но боролся до победного. На выставке представлены не только фотографии, но и наглядные экспонаты. Танкист в советской форме с противотанковыми ежами, красноармеец в полном обмундировании и несколько артефактов времен войны. Манекен одет в форму регулировщицы, о чем говорит эта красная повязка с нашивкой в виде буквы «Р». Девушки именно в такой форме регулировали движение по дороге жизни на Ладоге, которая связывала осажденный Ленинград с внешним миром. Рядом фотографии военных действий уже на юге страны. Выставка «Весна освобождения. Крым 1944» посвящена обороне полуострова. Здесь работы, признанные классическими образцами военной хроники. Халдея, Шейнина, Межуева, Бродского. Так как Севастополь всегда являлся для России особым историческим городом, такой надежный форпост России, я думаю, жителям города и жителям республики, и гостям также будет очень интересно посмотреть эти уникальные фотодокументы. Лица защитников города и панорамы разрушений. Немцы, пытавшиеся скрыться даже на резиновых лодках. Снимки героев Советского Союза, в том числе и уроженцев Башкирии, сражавшихся за Севастополь. Магуба Сертланова на фронтах войны совершила 780 боевых вылетов. Сбросила 190 тонн бомбового груза. Петр Комлев командовал звеном штурмового авиаполка. В одном из вылетов уничтожил четыре батареи противника. В центре этого снимка Муса Гореев, дважды герой Советского Союза. Фотографии интересные? Да. Старая война здесь. Сегодня интересно, какая одежда здесь. Какие оружия, какие пушки, штормы, танки убивают. В соседнем зале выставка Уфа довоенная, военная, послевоенная, посвященная 445-летию основания города. На этих фотографиях легко узнаваемые известные улицы и дома прошлого века. Инсталляция переносит посетителей на десятилетия назад, показывая, как жили уфимцы в середине 20 века. Калина Заводникова, Салават Валеев, Россия Культура, Башкортостан.